Ну, я выбрал интервью. У меня вопрос такой. Вот вы рассказали нам о том, как вам показалось, что вы видели ангела. А вот было ли в жизни что-то такое яркое, когда действительно вы видели проявление вот доброго, светлого, можно сказать, божественного? Ну потому что плохого мы не вообще сталкивались, а вот самое светлое, самое вот такое вот чистое, что вы видели в жизни? И я помню одно ощущение. Я тогда учился в 10 классе. Я еще тогда не смотрел фильмов Тарковского, но когда я их посмотрел, я понял, что это было именно такое ощущение, которое он пытался передать в своих фильмах. Это было лето. Мы возвращались с друзьями с пруда в деревню. Были уже сумерки. Было немного прохладно, представляете, такая гусиная кожа, ветерок небольшой. И я иду и чувствую природу, кусты, и как-то что-то такое меня вдруг коснулось, что я понял, что Бог он есть и как-то вокруг меня существует. И вот я в этом году впервые посмотрел Сталкера и вот узнал, узнал вот это ощущение. А по поводу того, что я сказал, что я увидел ангела, я немножко слукавил. У меня несколько творений про ангелов, и поэтому мне пришлось немножко объяснять и как-то привязывать. Но если продолжить разговор, ангелы и демоны, ну, по сути, кто такие ангелы, это такие... Это ваши детские. Наоборот, наоборот. Но их повседневный такой образ, обыденный сложившийся сознание, это такие мужики с крыльями, обычно, да? За что я их люблю, потому что они такие красивые, беленькие, из перышка, не пушистые, летают. Это на самом деле ангелы, это, прежде всего, посланники Бога, они несут какую-то весть. Они по рангу-то ниже человека получается, но, тем не менее, вот такая штука. Люди, наоборот, хотят быть похожими на ангела. А ангелы-то такой робот, созданный Богом, чтобы ему прислуживать. Хотя вот же опять интересная штука. Люцифер, Сатана, первый революционер в мире, который восстал против Бога, он был ангелом. Ну, в общем, я, наверное, закончил. Сергей Морозов, теперь с нашим спалом, почему? А на сцену мы приглашаем, вообще-то, это музыкант, который дает уже замечательные концерты, но сегодня он без гитары и почитает нам свои замечательные стихи. Борис Шишкин! Я, спасибо, ну, музыкант это сильно сказано, просто играю на гитаре и пытаюсь петь. Вот как-то так. Ну, тема такая, ангелы-демоны. У меня вообще почти все, что я пишу, касаемо одной темы. Темы любви. Отношения мужчины и женщины. То есть, в принципе, к этой теме подходит. Про ангелов и демонов. Так, ну, ладно, а сколько можно-то? Какой у меня? Ну, три. Три? Хорошо. Что ж тогда выбрать-то? Ну, ладно, давай сюда вот такие прочитаю. Одно, два повеселее, я закончу посерьезнее. Ну, первый называется «Нежный мужчина». Не притам ты меня уверяла, и любить бесконечно клялась, А недавно с другим загуляла, и к нему с чемоданом слилась. А ведь я свои лучшие годы на тебя, как на ветер спустил, И в момент твоей личной невзгоды в свое сердце и хату впустил. Я жужжал и кружился, как пчелка. Поищите таких дураков, а твоя непослушная челка. Табунами влекла мужиков. Я был искренним, словно мальчишка. Ты же лживее день от дня. Ты по жизни строптивая слишком, и хотела лишь секс от меня.